ДОН-24 ДОН-24 140 километров трассы шахты Цемлянск полностью приведут в порядок к 23-му году. Ближайшие два года обновят 19 километров дороги, проходящей по территории Октябрьского района. Вопрос капремонта трассы сегодня по обращению жителей района разбирался на интерактивном приеме губернатора. Они идут большой поток грузовых машин, в том числе и больших грузовых. А также проходит много пассажирского, легкового транспорта. Едут из города Шахту, из Донецкого района, Октябрьского района. На данной дороге, по данной дороге также водят школьников. Там основание, это дурнг Стублина. Дорога рассчитана вообще дурнгом, на провод не более 10 тонн. Вот практически приезжают машины, там их выше 40 тонн. Осенью и весной дорога, дорожная полотна, полностью разрушается из-за воды, которая сходит с полей. Губернатор поручил Минтрансу начать работы по первому этапу капремонта трассы в августе, чтобы в 22-м году сдать 9 километров. Еще 9 обновят в 23-м. На трассе также поставят пункт весового контроля, чтобы избежать лишней нагрузки. Есть одна вещь, которую нужно взять на сопровождение. Это вот мое личное поручение. Содержание дороги. Вот пока мы с вами не сделаем эту дорогу, нужно ее качественно содержать. Значит, и в рамках содержания дорог нужно постоянно смотреть на всем протяжении этой дороги, как эти работы проводят. Еще один дорожный вопрос из Родионово-Несветайского района. На капремонте улицы Ленина в Слободе. Почти километр уже привели к нормативу. Осталось километр 200 метров. Василий Голубев поставил задачу завершить работы к 1 сентября 2022 года. Всего на приеме было рассмотрено 7 обращений. По всем принято положительное решение. Стационарные пункты, мобильные бригады для проведения вакцинации от ковида и более 30 тысяч людей привито. Строящаяся школа в селе Троицкое, такая же в селе Неклиновка и создание блоков школ еще в 8 образовательных учреждениях. Гордость области, парк Самбек и расцветающее общественное пространство в рамках губернаторского проекта сделаем вместе. Сегодня гостем программы «Касается каждого» стал глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко. Район – признанный лидер по производству зерновых, плодовочной продукции, в птицеводстве и животноводстве. Но при этом есть и проблемы, например, с водоснабжением, которые, как отметил глава района, решаются. В результате мы в следующем году ведем эксплуатацию три новых водопровода в нескольких селах Неклиновского района. Но параллельно с этим, получив наследство старые сети, мы занимаемся их реконструкцией. И для этого мы покупаем новые трубы. А наш водопровод своими собственными силами делает реконструкцию, то есть заменяет старые линии на новые, меняет насосные скважины. То есть этим занимаемся очень плотно. Требуется замена особо изношенных участков сетей водоснабжения в селах Натальевка, Троицкая и Лакедимоновка. В течение трех лет планируется отремонтировать 20 километров водопроводных сетей. Есть точки приложения усилий в проблеме электроснабжения района. Уже в 2022 году наши юго-западные электросети обещают поставить мощнейший трансформатор на 10 тысяч киловатт, который позволит изменить кардинально систему энергоснабжения Новобесельгеновского сельского поселения, частично города Тонорова, потому что мы как бы одно живое существо, по-другому не скажешь. И планомерно происходит замена маломощных трансформаторов в населенных пунктах. Все это в конечном счете должно в ближайшее время привести к положительной динамике. Это делается, а значит, эта территория Донского региона с выгодным географическим расположением, развитой инфраструктурой и рекреационными зонами станет еще более привлекательной для жителей Ростовской области, для инвесторов и для туристов. Пятерку лучших педагогов страны определят в Донской столице, где стартовал федеральный этап конкурса «Учитель года России-2021». Испытания продлятся всю предстоящую неделю. Подробности у наших корреспондентов. Лучших учителей России встречают на красной ковровой дорожке. В финал прошли 85 мастеров педагогического дела, которые искренне любят профессию и своих учеников. Профессию пошла, потому что у меня был замечательный пример. Мой классный руководитель Зинаида Сирина Центлин. Благодаря ей я и стала учителем русского языка и литературы. Конкурс – это смысл моей жизни. Я к нему шла все свои 25 лет. Финальные испытания пройдут в Донской столице на трех площадках. В лицее номер 11, музыкальном театре и историческом парке «Россия. Моя история». Проведение конкурса в Ростове-на-Дону обеспечил Михаил Гуров, наш земляк, прошлогодний победитель конкурса «Учитель года России». Сначала конкурсанты дадут методическую мастерскую, потом проведут урок. И по этим двум испытаниям будет сформировано 15 лауреатов конкурса. После этого они дадут классный час, мастер-класс. Судить конкурсантов предстоит не менее опытным педагогам. По итогам испытаний коллегия жюри выберет пятерку призеров, один из которых получит титул лучшего учителя России 2021 года. Сегодня здесь собрались все те, кто хочет менять мир, кто хочет менять нашу Россию. И не случайно президент нашей страны говорил о том, что вы вдохновенные люди, что вы те, кто проявляет творчество. Выберут победителя по итогам пресс-конференции вопрос учителю года в Москве. Его имя объявят 10 октября, приурочив события к профессиональному празднику педагогов. Денис Проскурин, Сергей Крикоров, Дмитрий Деречук, ДОН-24, Ростов-на-Дону. В Южном федеральном университете наградили победителей конкурса «Студент года». Для участия в конкурсе студентам надо было презентовать себя, свои проекты, достижения, которые они приобрели за время учебы. В Ростовской области за последние три года в конкурсе приняли участие больше 700 человек. 150 донских студентов претендовали на звание «Студент года». А в этом зале ЮФУ в итоге с трепетом ждут своих фамилий только финалисты, призеры и 19 победителей каждой номинации. Никто пока не знает, кто победил. Интригу держат до последнего. Четверокурсник ЮФУ Ян Соболевский в своей номинации «Общественник года» обошел в финале 7 человек. Была самая большая конкуренция. Его проект «Школа правовой грамотности», которую организовывает в своем университете уже третий год подряд, выделила экспертная жюри. Свой опыт передавали студсовету Северного Арктического федерального университета в Архангельске. Есть у студента и другие социальные проекты. «Еще я рассказывал про то, как я добился строительства каворкинга в нашем вузе, в общежитиях. Там раньше были разбиты коридоры, и сейчас там строят каворкинг для студентов, где они могут приходить, общаться, подготавливать свои научные работы и образовательные семинары». «Студент года» — это уникальный конкурс и образовательный проект для обучающихся в вузах, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. И проходит практически во всех регионах России. Его цель — поддержка и продвижение талантливой студенческой молодежи страны. «За последние три года участие в этом конкурсе приняло более 700 донских студентов. В этом году заявки были очень качественно подготовлены. Ребята отлично выступили, что дает нам такую веру в то, что ребята смогут достойно представить эти заявки на всероссийском финале, который пойдет в городе Томск». Теперь победители представят область во всероссийском финале, который пройдет в ноябре. Елена Ребжанова, Руслан Хамчеев, Дон-24, Ростов-на-Дону. В Ростове-на-Дону завершился пятый хакатон. На протяжении 48 часов участники разрабатывали искусственный интеллект, который должен помочь Росрыболовству через спутниковые фотографии определять места незаконной ловли рыбы. По истечению двух суток и прохождению командами трех чекпоинтов лучшим оказался проект группы «Туплас». Команда представила решение, которое позволяет быстро и эффективно отслеживать ловлю, сопоставляя данные с местоположением кораблей. Решение позволяет не только качественно оценивать, ловит или не ловит, но и учитывать некоторые другие вероятности, что должно упростить работу системы. Победителями стали Евгений Николаев, Андрей Перевозчиков и Анна Текучева. Этот хакатон стал пятым из запланированных 116. Следующий же пройдет в городе Пермь с 15 по 17 октября. Призеров Олимпиады по кулинарному искусству и сервису участвовали сегодня в Южной столице. Победители регионального соревнования среди лучших поваров, кондитеров и официантов, которые представляли нашу область на федеральном этапе, наградили благодарственными письмами Национальной ассоциации кулинаров России в финальном туре от Ростовской области выступали три человека. В номинации «Шеф года» Анастасия Гвоздецкая, которая заняла пятое место, Анастасия Бартенева взяла второе место, в номинации «Юниор года» и первое место, а также звание «Официант года» занял Семен Головач. Судьями данной Олимпиады являлись сертифицированные судьи Всемирной ассоциации «Шеф-поваров». Это очень важно. Олимпиадные задания были очень непростыми, конкуренция была очень высокая, и наши ребята действительно достойно представили Ростовскую область. Олимпиада по кулинарному искусству и сервису прошла уже второй раз, и федеральный этап проходил в городе Пермь. Далее в выпуске прогноз погоды, а сразу после. 85 педагогов вступили в борьбу за звание лучшего на Донской земле. Стартовал финал конкурса «Учитель года России». В Южном федеральном университете наградили победителей конкурса «Студент года». На этой неделе в Ростовской области примут вторсерье. Работники атомной промышленности отметят свой профессиональный праздник. От десятки домов останутся без электричества. О самых значимых событиях в грядущей неделе расскажем в нашем дайджесте. Праздничный звон, песни, танцы и мастер-классы. Расскажем о фестивале «Золотовские купола» в Усть-Донецком районе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В северных районах облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 9, плюс 14 градусов. На востоке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем 12, 17 градусов тепла. В южных районах облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 15 градусов. На западе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем 13-18 градусов выше нуля. В центральных районах облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 11, плюс 16 градусов. В Ростове-на-Дону ночью облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов. Днем облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное. Это новости Ростовской области. Продолжим выпуск. Путепровод на улице Мулиновского в Ростове планируют открыть полностью уже в ноябре. Об этом сообщает сайт областного правительства. Как заявили власти, специалисты уже приступили к финальной стадии укладки асфальтобетонного покрытия на подъездных путях. Также ведется работа по монтажу шумозащитных экранов. В ближайшее время будет проведена компенсационная высадка зеленых насаждений. Ростовская область занимает первое место в Южном федеральном округе и четвертое в России по производству товарной рыбы. Сегодня рыбоводы стараются выпускать молодую рыбу весом 200 и больше граммов. Но этим они нарушают инструкцию 70-летней давности. В ситуации разбирались мои коллеги. Вот он, переход во взрослую жизнь. По скользкой ленте мальки отправляются в свободное плавание. Как выжить в большой воде? Много угроз. Совсем маленьких до 25 граммов могут съесть хищные рыбы или та же лягушка проглотить. Да и вода. Среда обитания иная. Могут быть болезни. Поэтому рыбоводы стараются подрастить малька в питомниках. Однако уже лет 70 действуют жесткие нормы, которые обязывают выпускать 25-граммовых малышей. Сейчас уже требования другие. Потребительские качества рыбы должны быть намного выше. Это все потребовало, чтобы мы выращивали посадочный материал более высоких на весах, высокого качества. У него выше выживаемость. Не 25 грамм, а здесь 50-80 и так далее. Раньше товарной считалась рыба весом 500 граммов. А сейчас рыбаки достают двухкилограммовых карпов и сазанов. Объем улова определяется не количеством тушек, а их общим весом, который в 2020 году составил 468 тонн, что почти в два раза больше, чем в 2017. Крепкие мальки более 200 граммов хорошо приживаются в открытых водоемах. А по осени полноценный улов на переработку и к столу потребителя. В 2020 году мы произвели более 4700 тонн продукции и реализовали. Хотя во многом конечными потребителями нашей продукции являются сектор хорика, рестораны, пансионаты, санатории, которые были закрыты длительное время во время пандемии. Но тем не менее нам удается поддерживать уровень производства. От икринки до обработанной тушки – длинный путь. В развитии аквакультуры немаловажна и финансовая поддержка. Это субсидирование рыбопосадочного материала, затраты электроэнергии, материально-техническое обеспечение. Современные машины, оборудование также субсидируются в основном из областного бюджета. Благодаря наличию водоемов и рек, прудовых хозяйств и трудам рыбоводов, Ростовская область занимает первое место в Южном федеральном округе и четвертое в России по производству товарной рыбы с показателем 24,5 тысячи тонн в год. Производить можно еще больше, если устранить устаревшие предписания и нормы, считают как рыбоводы, так и донские депутаты, которые в скором времени намерены отправить соответствующее обращение в Росрыболовство. Инна Панфилова, Татьяна Бочарова, ДОН-24, Веселовский, Неклиновский, районы Ростовской области. Всероссийский проект «Северная ходьба. Новый образ жизни» состоялся на минувших выходных в Данской столице. Мероприятие реализуется при поддержке фонда президентских грантов и собирает в одном месте любителей активно провести время. О том, сколько команд и как проходили дистанцию в нашем следующем материале. Он необходим для того, чтобы у нас фиксировалась палочка на запястье, потому что она у нас будет во время ходьбы уходить назад. Занятие доступное, несложное, а самое главное полезное, отмечает Дончанка. Ирина Еременко участвует в соревнованиях по такому виду спорта впервые. В проекте «Северная ходьба. Новый образ жизни» представляет команду Новочеркасского электровозостроительного завода. «Занимались, ну да, занимались инструкторами, старались понять технику и даже почувствовали, что есть энергия от этого, силы появляются, и задействованы у нас во время ходьбы многие мышцы». До регионального этапа соревнований дошли 9 команд Донского региона, 5 из Ростова-на-Дону и 4 из Новочеркасска. Идея проекта принадлежит российской спортсменке Ирине Слуцкой. «Этот проект призван людей приобщить к здоровому образу жизни через «Северную ходьбу». Потому что «Северная ходьба» — это самое простое, что может сделать человек, взять палки и пойти. Расстояние небольшое, 2 километра всего. У нас спортивная дистанция начинается с 5 километров. Но поскольку это люди-новички, которые только-только взяли палки в руки и за себя решили в этом попробовать, 2 километра они идут». Перед тем, как приступить к прохождению дистанции, обязательная разминка. Далее все участники выходят на территорию акватории. Техника конкурсантов под присмотром судейской бригады. По итогу команды победители получают призы. И, как сами говорят, положительные эмоции. «Главное не место, наверное, не победа, а то, что просто участие, просто хорошее настроение, бодрость, духа и всего, что нам нужно в этой жизни». Отмечу, что в Россию «Северная ходьба» пришла в 2010 году как вид оздоровительных тренировок. А в 2019-м Минспорт России признал это занятие спортивной дисциплиной. Елена Сарксян, Юрий Друзякин, Дон-24, Ростов-на-Дону. В Ростовской области намерены поставить мировой рекорд, а в Донской столице зазвучит джаз и примут вторсырье. О событиях грядущей недели расскажут наши корреспонденты. В Донской столице на неделе обесточат десятки домов. На портале Донэнерго разместили график работ на электросетях. В серии отключений света ждет район «Новое поселение». В среду в 9 утра без электричества останутся жители улиц Козлова, Морозовской и других. Обслуживание оборудования займет два рабочих дня. А в пятницу без света окажется еще часть домов этого района. Во вторник свой профессиональный праздник отметят работники атомной промышленности. На Дону ее представляют сотрудники Волгодонской АЭС и завода «Атомаш». Кстати, на последнем в этот день намерены установить мировой рекорд. Команда атлетов постарается сдвинуть корпус реактора на самоходной тележке общим весом 450 тонн, сообщили на портале Донленд. Ростовчане и гости города смогут насладиться авторской джазовой музыкой. На вечер вторника в детской школе искусств имени Артамонова намечен концерт преподавателя Андрея Мулюкина в программе регги, блюз, свинг и другие направления. Вход свободный при наличии мест. В семи районах Донской столицы примут вторсырье на переработку. Ежемесячная акция проводится силами эко-волонтеров. В воскресенье около полудня можно будет сдать макулатуру, стеклянные изделия, пластиковую тару и другие виды отходов. Песни, танцы, колокольный перезвонный, мастер-классы. Девятый фестиваль искусств и творчества «Золотовские купола» собрал в хуторе Старозолотовском Усть-Донецкого района гостей со всей области. Праздничный звон наполняет хутор Старозолотовский. И впервые в фестивале искусств и творчества «Золотовские купола» открывает такая церковная музыка. Подпевают местные звонницы колокола из ростовского храма Георгия Победоносца. Получасовой перезвон должен пробудить в сердцах самые светлые чувства. Все, кто здесь бывают, отмечают, что здесь благодать Божия присутствует в этом месте. Радость ощущают люди, поэтому с удовольствием к нам приезжают и на мероприятия, и просто в гости. На смену звону голосам продолжают музыкальный марафон коллективы со всей области. Больше двухсот участников собрались на уже традиционный фестиваль. Топором все накашивала, рукопичок воду нашивала. Собирала в речке ягоды, грибы, на корыте вылечала из-за спы. Давно, 10 лет назад, на ступенях нашего храма, Остробрамской Пресвятой Богородицы, совершенно стихийно на праздник Троицы, образовался концерт. Из желающих что-то спеть. Спеть во славу Дона, во славу нашего края. И потом мы приняли решение делать такие выступления традиционными. А вместе с концертами мастерские. Здесь и уроки иконописи с подробной лекцией, и росписи керамики от творцов Семикаракурского фаянса. Тяга к творчеству в Старозолотовском охватывает всех, и это объяснимо. Вокруг такие красоты. Гости называют хутор местом силы. Энергетика здесь особая. Сначала был дождь у нас сегодня, было пасмурно, а сейчас, когда мы начинаем свой фестиваль, у нас появилось солнце и стало небо голубым. Это значит, что даже и верхние силы высшие к тому, что наш праздник должен состояться. Вернуться сюда можно и без фестиваля. В хуторе рады гостям круглый год. Анна Туполева, Виталий Ступаков, ДОН-24, Усть-Донецкий район. Теперь о валюте. По данным Центрального банка Российской Федерации, курс доллара на 28 сентября 72,66 рубля, евро 85 рублей 4 копейки. Еще больше новостей на сайте ДОН-24.ру и в наших социальных сетях. В студии был Всеволод Гимбут. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин